Глеб Кадейкин и Александр Горшинин свое будущее видят на пьедестале почета, мечтают стать известными спортсменами. Уроки физкультуры для них на первом месте в школьном расписании. Целый час с наставником команды «Крылья Советов» такое лучше не пропускать. Для нас было неожиданностью то, что придет сам Зурабск к лавуре. Мой отец смотрел за его игру, мой дед смотрел. И тут он приходит нам на урок, понятно, что это неожиданно. Для нас это большая радость, мы благодарны. Нужно любить свою профессию и постараться, так скажем, уделять время физкультуре. Потому что, на мой взгляд, что успешный человек тот, кто здоров. Спортсмены, топ-менеджеры промышленных предприятий, представители творческих профессий. Всего около 10 профессионалов делятся опытом со школьниками. Эта акция проходит в рамках недели труда и профориентации. Каждому почетному гостю досталось вести по одному уроку. Физкультура, математика, химия, информатика и литература. Замечательный проект, и мне бы хотелось, чтобы он был продолжен. Я с удовольствием, может быть, даже чаще общалась с ребятами. И не просто общалась, а вот через литературные произведения. Потому что литература нас очень многому учит в этой жизни. Цель этой акции в том, чтобы к системе профориентации, к обычной работе педагогов привлечь значимых, успешных людей. Привлечь внимание и к самой проблеме профориентации. Привлечь внимание детей к тому, что выбор профессии – это не мимоходное какое-то решение. Семь шагов к профессии самарские школьники делают уже третий год. Такое общение с профессионалами помогает старшеклассникам осознанно выбирать вуз и будущую профессию. Павел Баймаков, Владислав Манин. События.